Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам об одном очень и очень иллюстративном факте, который свидетельствует о крахе не просто российского государства, но о крахе российского общества, его полной деградации и неспособности что-либо противопоставить Украине. И вот одним из очень важных результатов действий российских антиправительственных отрядов на территории Брянской, потом Белгородской областей стала демонстрация не просто беспомощности российской вертикали власти, выстроенной под какую-то стабильность, а демонстрация полного моральной деградации российского общества. То есть русские в маленьком населенном городке Шебекино, в котором всего-навсего 40 тысяч людей устроили масштабное мародерство, то есть сейчас идет затапливание, кстати говоря, правобережья или левобережья Днепра на территории Украины, ничего подобного там совершенно нет, никакое не мародерство, наоборот, люди спасают зверушек и всячески это показывают. В то же время на территории России поразительный контраст с украинской территорией и с украинской ситуацией. Я напомню, что у нас во время начала войны очень широко демонстрировались сюжеты о Харькове, когда российская артиллерия там била витрины, и люди не то что не брали ничего и не воровали, а люди сами заклеивали чужую витрину, витрину какого-то буржуина, да? И стояли, звонили ему и говорили, что вот мы заклеили, но приедь у тебя, стекло побилось, поменяй. То есть совершенно иначе ситуация развивалась. И вот я вам расскажу, почему это. Всего-навсего несколько километров от Харькова до Шебекина. И такая супер-супер-огромная разница. Вот сейчас, например, губернатор Курской области, это пока что еще в России, заявил, что местные жители украли дрова, заготовленные для семей погибших в специальной военной операции. Кто-то там цветы вытоптал и выкрал, кто-то еще. То есть это не просто крах российской государственности, это крах российского общества, моральный крах на глазах всего мира, практически в прямом эфире. Когда раньше это удивлялось, когда россияне там выносили телевизоры, ковры, унитазы, особенно унитазами, они страдали очень сильно зачем-то. Наверное, никогда такого белого не видели. То сейчас уже никто не удивляется, сейчас удивляются другому. Вот видео недавно показывали, наши военные сняли с беспилотника, там же уже все видно. Уже как россияне один с друг с дружкой гомосексуализмом занимаются. И вот сейчас увидели и засняли такую вещь, что русские отобрали часы у своего убитого товарища. То есть он лежал, они подошли, как натуральные мародеры сняли часы, убежали. Но это еще, так сказать, цветочки. Другое видео, которое я тоже прикреплю, кстати говоря. Русские своровали каску у своего раненого товарища. Представьте себе. То есть лежит человек раненый, и они его оставляют на смерть и воруют у него каску, чтобы он не защитился. Тебе уже не нужно, так сказать. Вообще это просто полный... Ну, сказать, что украинцев это удивляет, уже, наверное, не удивляет через полтора года войны. Но вообще это, конечно, очень иллюстративно. Очень иллюстративно. Я напомню, что в Шебекино живет 40 тысяч, да, там разбежалось, сколько-то осталось. И они устроили друг друга, друг другу, вот эти мародерские, так сказать, соревнования. Во время Майдана у нас в Киеве было полтора миллиона человек лишних, ну, как бы, приехавших в Киев. И ничего подобного совершенно не было. Вообще не было. В Киеве стояли нетронутые витрины ювелирных магазинов, меховых магазинов. Все магазины работали с золотом открыты. Представьте. А в этом Шебекино первое, что случилось с россиянами, когда власть зашаталась и дала дёру, это пробуждение мародерских инстинктов. То есть, что мы видим? Мы видим, как говорится, две цивилизации. Одна внепланетная, или как это сказать, инопланетная цивилизация. Две совершенно параллельных точки восприятия. Какие витрины, когда мы боремся за свободу. Это первая точка восприятия. И какая свобода, когда витрины не охраняются. Это русская точка зрения. И вот эти инстинкты мародерства в России, я вам сейчас на абсолютно исторических достоверных примерах покажу, что они никогда ни на секунду в России не засыпали. Это просто скрепа. То есть, ненависть ко всему успешному, попытка своровать чужое, зависть, презрение к другим и к другим границам, к границам других людей и к их собственности. И, соответственно, возвышение всяческих воров и убийц. Это все поощряемые в России скрепы. То есть, это было в очень большой древности. То есть, русские, когда приходили в 15-м, 16-м особенно, в 17-м веке и в 18-м, то первое, что они разворовывали, это они раскапывали могилы, чтобы выкопать оттуда золото. Представьте себе, на Запорожской сече они когда-то выкапывали. Во время Ливонской войны это была норма для русских, раскапывать могилы, искать там золото. То есть, это, все это, вот я вам сейчас на исторических примерах покажу, что это всегда было. И сейчас я вам скажу, что это еще один очень важный аргумент против вот этого российского путинского нарратива про один народ. Какой один народ? Вы что? Никогда украинцы не будут вести себя так, как ведут себя русские. На Майдане, я напомню, миллион, и бабушки ходили в шубах этих норковых и носили камешки, соответственно, на Майдане, для того, чтобы укреплять стену. Я не то, что это видел, я в этом принимал участие. Я принес парням, которые были на Майдане в эти самые такие тяжелые дни, там, короче, 17 февраля, или там, где-то в этом районе, по 200 гривен, говорю, что я могу вам сделать? Парни сидят в этих пластиковых касках, я им даю по 200 гривен. Они не взяли никто, а сторонники вот этого русского мира Януковича, они за 300 или там 400 гривен, я уже не помню точную сумму, они на Майдане чужое место, ну, то есть враждебное, они подметали Майдан. К ним пришла телеканал и сказал, пойдете за 400 гривен подметать под камеры, и они пошли подметать. Представьте себе, какое разительное, разительное и драматическое различие. То есть даже русские, даже русские это все понимали, даже русские, даже Рогозин, когда в 2004 году он говорил, что в России будет другой Майдан, никто не будет два месяца стоять мирно, миллионной толпой, у нас все будет другое, у нас все будет разнесут сразу же. Это говорил Рогозин, который сейчас волком позорным нарядился каким-то. И, ну, вот я вам процитирую Доренко, российский журналист, который после поездки в Киев в 2004 году сказал еще о первом оранжевом Майдане. Атмосфера другая, энергетика, все остальное, чувства, надежды, глаза светлые, у всех доброта. Удивительные люди, конечно, они какие-то все очень хорошие, как будто качели пошли от подлости и цинизма к абсолютной нравственности народа. Что касается купленности Майдана, каждый человек наполнен какими-то шаблонами, такие у него в голове с возрастом возникают специальные кластеры. И каждое событие она оценивает точно согласно своей матрице, которая у нее в мозгах. Вот если наемный подонок абсолютно проституированный встречается с чем-то незнакомым ему, первый вопрос, сколько тут заплатили? Вы знаете, попробуйте, может, посидеть в медитации, как-то очиститься, обратить внимание, что не все такие же подонки, как вы, говорил Даренко, российский журналист, в обвинениях в каких-то там денежной заинтересованности. Я помню, что на Майдане власть подсылала всяческих провокаторов, их ловили, вешали такую, значит, табличку и сдавали полиции, вызывали сами полиции, сдавали их. То есть просто устроить погром было нереально, потому что все люди брали и ловили этих погромщиков. А что в России и почему главное? Вот я вам сейчас это очень детально и, с другой стороны, я надеюсь, аргументированно объясню, почему в России все иначе. Вот как писал, например, Исаак Масса. Это был голландский путешественник 400 лет назад, 1600, начало 17 века. Убивали московиты друг друга из-за добычи, как собаки. Странно было смотреть, как бежал народ с польскими кроватями, одеялами, подушками, одеждой, лошадьми, уздами, седлами и всяческой домашней утварию. Словно все это спасали от пожара. Это во время погрома. И многие разбогатели, скупая награбленное добро у тех, кто совершил грабеж. И это были величайшие негодяи из числа бездельников, воров и мошенников, которых в Москве немало. Имея запасы года на три или на четыре, москвитяне желали продления голода в своей стране, ну, богатые москвитяне имеется в виду, чтобы выручить больше денег, не помышляя о том, что их тоже может постичь голод. Даже сам патриарх церкви московской, глава духовенства, на которого смотрели в Москве как на вместилище святости, имея большой запас хлеба, объявил, что не хочет продавать зерно, за которое должны будут дать еще больше денег позже. И у этого человека не было ни жены, ни детей, ни родственников, никого, кому он бы мог оставить свое состояние. И так он был скуп, хотя дрожал от старости и одной ногой стоял в могиле. Столь удивительно было наказание Божие, это наказание было столь великое и удивительно, что ни один человек, как бы ни был он хитроумен, не мог бы описать его. Ибо запасов хлеба в стране было больше, чем могли бы его съесть все жители в четыре года. И они были прожорливые, чем в сытые времена и ели, если у них было много боли, чем обыкновенно, постоянно страшась недостачи. Они беспрепятственно ели и никогда не могли насытиться. У знатных господ, а также во всех монастырях и у многих богатых людей, амбары были полны хлеба, часть его уже погнила от долголетнего лежания, и они не хотели продавать его. И по воле Божьей царь был так ослеплен, невзирая на то, что он мог приказать все, что хотел. Он не повелел самым строжайшим образом, чтобы каждый продавал свой хлеб. Ну и короче о голоде, который настал из-за того, что они, насколько москвитяне были жадные на ровном месте. А вот как сообщается, например, о погроме в Новгороде, ну и в Пскове такая же ситуация была, и в Твери, который Иван Грозный учинил. Вот как он громил, например, и мародерствовал. Тогда великий князь разъярил город Новгород, большой торговый город, и разграбил все села и слободы, убив множество людей. За неделю до начала великого поста он внезапно напал на Новгород и доставил большие неприятности грабежом и убийством. Не было ни одного дома, который не ломали, не разломали и не сломали ему ворота, двери и окна. Это были его постыдные и жалкие дела. Стрельцы принуждали благородных и честных женщин и девушек к разврату, насиловали их позорно и так беззастенчиво над ними издевались, что многие женщины лишились жизни из-за этого. Тогда они взяли около нескольких сотен женщин и девственниц, раздели их до нога и привели к месту, где готовились расстилать доски и поставили в этом месте человек пятьдесят совершенно голых. И когда великий князь пошел туда, он спросил их, чего они сделали. И так длилась эта аудиенция, пока они не замерзли. Тогда тихие люди были брошены в воду для забавы и удовольствия. Их шеи не были полностью заморожены, они ультонули. И тогда они захватили несколько тысяч пленных, связали мужчин и женщин вместе за руки, привязали ребенок, детей к грудям матерей и бросили их совсем в огромную реку, называемую Волхов, глубиной восемь саженей. Из-за этого река была полностью заполнена от дна до поверхности течения реки, замедлилась и трупы приходилось заталкивать под лед, чтобы течение уносило их прочь. Из-за этого они подняли своими руками несколько сотен знатных людей и городских начальников. Одежды их тел придали огню, так что горели они на них отвратительно. Кроме того, они туго привязывали каждого из них к локтям и бедрам за санями и быстро тянули через мост, а когда поворачивали за угол, потому что тянули слишком быстро. У одного сломалось бедро и рука сломалась у другого. Все это они делали почти полдня, кидали воду, потом и топили. После этого, разграбив весь город и взяв под охрану самых знатных и убив их, он таким же образом посетил и монастыри, ограбив их напрочь. Кроме того, почти три сотни монахов привязали спинами к саням и гонялись за ними. Потом они оставили их лежать на всю ночь в такую холодную зиму, а когда они встали на утро, то оглушили их дубинками по голове и бросили в воду. То есть вот такое вот происходило. А Рогозин сейчас царские волки нацепил. Хочет, наверное, быть похожим на вот этих, которые делали это опричники. А вот этот вот актеришка российский кричит Гойда, как Иван Грозный, ему тоже хочется уподобляться этому всему этим убийцам. А вот что писал Иоанн Георг Корп, австрийский дипломат. Дневник поездки в Москву 1698-1699. Если судить об этих людях, о московитах, по их смелой дерзости на преступления, то они более склонны к грабежу, чем к надлежащему военному делу. А вот Юстюль по Сулдании в Москве, я его часто цитирую, хорошая книжечка. У него записки датского посланника в России 1711-1712 года. В Москве страшные грабежи и убийства, кстати, вот что случилось. Вечером один из секретарей царской германской канцелярии посольства Остерман без шляпы подбежал к моим воротам и стал в них стучать. В этот час мы тихо сидели дома, оказывается, недалеко от моего дворца. На него и на морского капитана оборуда Фридриха Вильгельма фон Вильямовский, а также двух морских солдат, находившихся с ними, напали так называемые разбойники. Остерман сказал, что он оставил Вильямовского и солдат, окруженных разбойниками. Тогда в наказание мне все мои люди, схватив оружие, по приказанию бросились спасать Вильямовского. Нашли его полумертвыми раздетым. Солдаты были так ранены и избиты, что не могли стоять на ногах. Эти полумертвые люди после осмотра Вильямовского было установлено, на что он получил 8 смертельных ранений в голову. Разбойники для Москвы настоящая проблема. Выйти вечером на улицу значит подвергнуть свою жизнь опасности. Зимой ни одна ночь не проходит без уличных убийств и грабежей. На улицах люди находили разграбленные и разворованные тела. За три месяца моего пребывания в Москве, в моем ближайшем окружении, было убито 16 человек. Несмотря на то, что я часто посылал охрану следить за этими негодяями. Как бы ни были склонны московитяне к воровству и как бы они ни были блудливы к чужому благу, судя по тому, что рассказывают мне люди в России, убедившиеся в этом на многолетнем опыте, «Россияне редко вламываются в помещения, двери, другие тюрьмы, опечатанные сургучной печатью». «Но самые крепкие замки и засовы не могут устоять перед их злыми пальцами». А вот Джайлз Флетчер, посол Англии в Москве, очень интересное произведение. Мне кажется, что если бы его читали английские или различные англоязычные дипломаты, многих удивлений бы не было современности. И, скажем так, понимание сути политики Москвы происходило бы гораздо легче. 1588-1989 года о государстве московицком. Иван Васильевич, отец нынешнего царя, часто хвастался, что его предки не были россиянами. Как бы не хвастался российской кровью. Это ясно из слов его, говорившего с англичанином, его мастером золото. Когда он раздавал слитки для приготовления блюд, царь велел ему внимательно следить за золотом. «Все россияне воры», — сказал он. Мастер, услышав это, посмотрел на царя и улыбнулся. Тогда царь, человек большой проницательности, приказал объяснить, почему тот смеется. «Если ваше высочество спросит меня, — ответил мастер золотых дел, — я вам объясню. Ваше высочество сказал, что все россияне воры, но ведь вы тоже сами россияне. Это вы так думаете, — отвечал царь Иван Грозный. Я не россиянин, потому что мои предки были немцы», — говорит он. «Россияне считают, что венгры — это часть германского народа, потому что они от гунов, насильственно оккупировавших ту часть панони, которая сейчас называется в Венгрии. Когда москвитяне видят, как грубо и жестоко с ними обращаются все начальники и прочие, они бесчеловечно обращаются и друг с другом, особенно со своими подчиненными и нежестоящими». Это опять Флетчер, посланник английский 16 века. «Самый низкий и беднейший крестьянин, так называемый простолюдин, который унижается, ползает перед дворянинами, лежит пыль под ногами, как будто пес, становится невыносимым тираном, как только он берет власть над кем-либо. Поэтому здесь много грабежей и убийств. Жизнь человека считается ничем. «В городах, на улицах часто грабят людей, которые опаздывают поздно вечером, но при звуке крика никто не выйдет из дома на помощь, даже если услышит переполох». То есть это, как говорится, сейчас, как говорится, в Украине, когда студентов били, вышло полтора миллиона на демонстрацию, а когда в России бьют студентов, то все разбегаются в разные стороны. Дальше Джейлс Флетчер. Можно понять, как они обращаются с иностранцами, если они такие беспощадные и жестокие к своим согражданам. И несмотря на это, нельзя точно сказать, что преобладает в этой стране жестокость или невоздержанность. Впрочем, о последнем я даже говорить не буду, потому что она такая грязная и бесстыжая, что сложно подобрать приличные слова. Все государства переполнены половыми грехами. Почему так странно, если у них нет законов, контролирующих блуд, прелюбодеяния и другие грехи. Что касается веры на слово, то москвитяне в большинстве своем ничего не считают, если они могут смошенничать и нарушить свое обещание. В самом деле можно сказать, как это известно тем, кто имел с ними торговые дела, что от большого до малого, за исключением нескольких россиян, которых очень трудно найти, все не верят ничему, что другие сказали. Но и сами они ничего такого не говорят, на что можно было бы положиться. Эти дела, эти качества делают москвитян ничтожными в глазах всех соседей, особенно татар, которые считают себя гораздо честнее и справедливее россиян. Те, кто внимательно обсуждал состояние обоих народов, считают, что ненависть к образу правления и действиям москвитов была главной причиной язычества и отдалила татар от христианской веры. А вот Петр Петра из-за Лизунда, посол Швеции в Москве, 1608 и 15-й годах. Об исповеди и прощении грехов россияне придерживают сомнения, что бедные и несчастные в исповеди не нуждаются, а только богатые, знатные и сильные обычно исповедуются в мире. Покаявшись и получив прощение, москвитяне думали, что беззакония, в которых они раскаялись, уже не считаются грехами, поэтому снова грешили, полагая, что эти злые дела простятся им просто так, как и прошлые. Они не обращают внимания на тех, кто совершает грехи и безрассудство, которые настолько выходят за пределы человечности, что даже в Содоме и Гаморе таких беззаконий не было. Все потому, что светская власть за них не наказывает. А вот Шарль Франсуа Филибер Массон, редко очень цитировали его, это французский офицер, служивший в России в конце 18 века, 1786-1796, называется работа «Тайные записки о России до конца царствования Екатерины II и начала царствования Павла I», написано 1798 году, точнее напечатанное. «После пьянства самый явный и распространенный российский порог – злодейство. Я не думаю, что найдется на земле хоть один народ, столь склонный присваивать чужое добро. От первого министра до главнокомандующего армией, от лакея до солдата все воруют, грабят и мошенничают». Это, собственно говоря, то, что Салтыков Щедрин, кстати, хороший писатель, как-то о нем сделали передачу, что он говорит «разбудите через сто лет, что будет в России, пьют и воруют». В других странах воры, дальше цитирую масона, в других странах воры презирают даже самые низкие государства, даже сам, ну, воров презирают даже самые низкие классы. А в России больше всего они могут опасаться тех, кто заставит их вернуть награбленное обратно. Ведь на удары палкой они не обращают внимания, а если поймаешь его на горячем, кричат, улыбаясь «Виноват! Виноват!» и вернув награбленное, будут абсолютно уверены, что расплатились с вами. Этот постыдный порог воровства распространен во всех странах, и почти никто его не осуждает. А вот Фуа Деланевиль, дипломат французского происхождения, интересные новости о Москве 1689-1698-1800 годы. Москвитяне вообще-то варвары, они подозрительные, недоверчивые жестоки, прожорливые, скупые, хитрые, трусливые. Все они холопы, кроме трех иностранных родов, то есть князей черкасских, владельцев одноименной области, имеющих громадное богатство, Голицыных и Артамановичей. Все остальные холопы. Посту москвитян предшествует карнавал, который длится столько же дней, сколько и сам пост, и беспорядок настолько велик, что иностранцы, живущие в пригородах, с трудом решаются покинуть или войти в город, потому что москвитяне убивают друг друга, как звери. Ну это масляный перед постом. Ну короче, и таких сообщений огромное-огромное множество. То есть все удивлялись вот этому склонности к мародерству. Любой поход москвитянский, хоть Суворова, хоть вот иллюстрация на фотографии сейчас, поход в Валахию, все это всегда сопряжено с воровством. Поход в Западную Украину, в том числе, когда на Западной Украине до сих пор анекдоты ходят о том, как московитки приходили в театр в ночных этих рубашках, потому что наворовали их мужья ночные рубашки в чужих квартирах. И они подумали, что это очень крутые платья. Настолько дикие были, представьте себе. Львовяне до сих пор эти анекдоты рассказывают о московитках. И почему это все? Вот главный вопрос. Почему так? И ответ на него очень прост. Вся Россия, весь смысл существования России это сожрать чужое. То есть общество находится на настолько низкой, настолько примитивной стадии развития, потому что недавно из Каменного века не преодолели этого, не пришли к выводу, что сотрудничество это хорошо, что это обогащает, что это выгодно и так далее. То есть россияне на всех смотрят как на конкурентов за убогие первобытные ресурсы. То есть это недалеко очень от Каменного века. Вот в чем вся причина. И соответственно на смысл существования России это кого-то ограбить, обожрать, сожрать и затоптать вокруг. То есть сколько вот существует Московия, сколько вот это существует до сих пор. Ну и соответственно в обществе, в самом российском обществе та же история и та же ситуация. То есть мне знакомые из Москвы рассказывали, что очень, ну короче это очень удачный день, если их никто не пытался обмануть в Москве. То есть скорее всего ты не выходил из дому. И то даже когда не выходил из дому, тоже по телефону звонят и хотят тебя все обмануть. То есть Россия это такая страна, которая просто не верит в сотрудничество, потому что не знает ему цены. То есть она не понимает как этого, не чувствует себя конкурентоспособной в таком сотрудничестве. А думает, что украсть это главное счастье, соответственно, людей. И они другого просто не понимают. Вот вы можете рассказывать, говорить о том, что всяческие идеи, но они просто не способны этого понять. То есть вот украсть территорию это хорошо. Украсть что-то у других. Наш вождь всех, как это, не всех обманул, а всех, ну короче обманул. Вот эта вся история, когда рассказывают о том, что молодец, всех обвел вокруг пальца и так далее. Всех наш вождь, и мы тоже всех обманули, и мы молодцы, мы все украли, урвали, и тоже молодцы. То есть это такая философия, это не просто какая-то девиация локальная, да, как в свое время у гитлеровцев было. Потому что немцам и до этого Гитлера, и после Гитлера было за это стыдно. Вот, а русским не стыдно. Они считают, что это так нормально. То есть вот представьте себе вот такой народ. Всем другим народам уже давно-давно они знают, что такое стыдно. А китайцы и современных русских называют людьми без стыда. Поэтому прогуляли несколько тысячелетий эволюции. Вот вам и результат. Мне кажется, что следующих тысячелетий у русских просто не будет. И на это можно будет посмотреть, наверное. Я думаю, что смотреть на Россию издали кажется очень смешно. Но те, кто поближе, это не очень смешно. Поэтому помогаем, друзья, нашей доблестной украинской армии, которая сейчас защищает не только украинский народ, не только Украину, но и фактически все прогрессивное человечество. Поэтому помогаем нашей армии. Счетики я оставляю прямо одного подразделения, которое работает на востоке Украины сейчас. Прямой счет бойца этого предподразделения, который все покупает и мне присылает эти, соответственно, отчеты, что он там купил, что он там сделал. Я могу их, кстати говоря, разместить. Наверное, в следующий раз размещу. Все эти счеты с чеками. Ну, это такое. Помогайте любым подразделениям, другим в том числе. С Богом до прямой.